Один кубометр пластиковых бутылок весит 15 килограммов, а из 400 килограммов макулатуры может получиться стопка гофрированного картона. Эти и другие интересные факты о мусоре сегодня рассказали журналистам. Им наглядно продемонстрировали, какой путь проходит мусор от контейнера до начала второй жизни. Подробнее Елена Стеканова. Минуты и 400 килограммов макулатуры превращаются в компактную кипу. Этот чешский станок в смену обрабатывает до 5 тонн картона и бумаги. Ее привозят в цех упаковки вторсырья с контейнеров для селективного сбора мусора. В прошлом году на таких площадках собрали 220 тонн бумаги и по 250 стекла и пластика. Примерно где-то 75 процентов из общего числа макулатуры перерабатывается. Из нее делается гофрокартон, упаковочный картон и 20 процентов идет на стройматериалы. В 2012 году в Северодвинске появились 7 площадок для раздельного сбора мусора. Эксперимент с расфасовкой бумажных пластиковых отходов из стекла прошел успешно. В 2015 году появились заинтересованные инвесторы. Благодаря им на сегодняшний день в городе 80 площадок и 122 спецконтейнера. Экология Норд установила часть оборудования за свой счет. Здесь же утилизируются полиэтилен и ртуть, содержащие отходы. За прошлый год переработали 3000 энергосодержащих и люминесцентных ламп и 200 термометров. В пластике мы надеемся, что если мы начнем заниматься, это примерно будет с марта 2016 года, то к декабрю мы сможем перерабатывать весь объем пластика, который у нас образуется в виде отхода в городе. А пока сбором пластика занимается другая организация. За сутки ее работники вывозят со специализированных контейнеров до 50 кубов. Пластик доставляют на предприятие, где он проходит первичную обработку. Получившееся сырье продают фирмам. На данный момент договоры заключены, если территориально взять, с организациями. В Вологде, в Ярославле, в Зержинске, в Санкт-Петербурге, точнее в Ленинградской области скорее. Специалисты говорят, селективных площадок в Северодвинске все-таки недостаточно. Увеличить их число можно с помощью таких организаций, как ЮНЕСКО или приграничное сотрудничество «Каларктик». Да, разработан проект по реконструкции площадок. Это значительные средства потребуют, направлены на рассмотрение нашим иностранным коллегам, пока ответа на вопрос не получили. В администрации города приятно удивились дисциплинированности горожан. Число площадок для раздельного сбора отходов в планах увеличить хотя бы до 300. Елена Стеканова, Наталья Габдрахманова, Вестник, Северодвинска.